МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный корреспондентами информационного агентства Курганру в студии Елена Волкова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 лет и 10 месяцев лишения свободы. На таком наказании настаивает сторона обвинения в деле Даниила Прокопчука. Напомним, молодой человек обвиняется в том, что в июне этого года он стал виновником дорожной аварии, в результате которой погибло 5 человек. Репортаж из зала суда продолжит наш эфир. Друзья и родственники погибших в страшном ДТП не пропускают ни одного судебного заседания. Громкое дело Данила Прокопчука, 26-летнего курганца, надолго приковало внимание общественности. Пять человек погибли в результате аварии на перекрестке улиц Пролетарская и Коли Миготина в июне этого года. Напомним, 14 июля автомобиль Лифан на огромной скорости пролетел на красный свет и врезался в ладу Приору. Согласно заключению экспертов, скорость иномарки составляла порядка 160 км в час, а за рулем сидел пьяный Прокопчук. Приняя сторон по этому делу прошли в Курганском городском суде 18 сентября. Согласно обстоятельствам дела, вот четверо молодых людей, где две девушки, два молодых парня употребляли спиртные напитки в кафе «Малибу». После этого по чьей-либо инициативе, что не установлено, направились покататься по городу Кургана. В ходе чего подсудимый, находясь за рулем, развил на своем автомобиле такую скорость, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на красный, запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток улиц Пролетарской, Коли Миготина. Данил Прокопчук признал свою вину в ходе следствия. Как утверждает адвокат обвиняемого, активно способствовал раскрытию преступления. Это, по мнению защиты, должно быть учтено судом при вынесении приговора как смягчающее обстоятельство. И максимальный срок лишения свободы в этом случае не должен превышать пяти лет. Однако гособвинитель с этим категорически не согласен. Из показаний подсудимого только следует, что он в момент ДТП находился за рулем. Однако об этом указывают свидетели обвинения, показания которых были оглашены в судебном заседании, достоверно установлены. Все иные его показания уже направлены на то, чтобы смягчить ответственное соседеянное. Сторона обвинения настаивает на максимальном наказании, предусмотренном уголовным кодексом. 8 лет, 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также лишить обвиняемого на три года водительских прав. Кроме того, родственники погибших заявили гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба. Всего порядка 7,5 миллионов рублей. Суд примет решение и огласит приговор в понедельник, 21 сентября. В своем последнем слове Данил Прокопчук в очередной раз попросил прощения у родственников и друзей погибших. Марина Богатырева, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство Курган.ру. В Кургане сотрудники полиции и МЧС уничтожили поле Конопли площадью около 1 гектара. Подробности темы у Валерии Мельниковой. Курганские сотрудники МВД и МЧС совместно с общественной организацией движения против наркотиков провели операцию по сбору и уничтожению Конопли в микрорайоне Восточный. Раньше здесь эта работа активно велась местными жителями. Я здесь 31 год живу возле этого болота. Ну, борьба-то здесь в основном ведет депутат, Семина Наталья Викторовна. Каждый год скашивают, убирали ее. Ее, конечно, меньше и меньше Конопли встает. А потом у нас еще здесь вот преподаватель живет, Сильверства Вера Серафимовна, косой, русской косой, косит, чтобы ее меньше было. Всего в этот день было уничтожено около гектара запрещенной травы. Если 10 лет назад мы уничтожали большими полями, это на улице Омской, на улице Промышленной, большими полями, тракторами перепахивали поля, то теперь локальные небольшие участки уже остаются. Каждый год все меньше и меньше ее становится. Вот таких только на заброшенных пустырях еще остаются небольшие участки. Отметим, что за текущий год в Кургане всеми службами уничтожено более 50 гектаров Конопли. Валерия Мельникова, Александр Менщиков, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Губернатор области Алексей Кокорин 17 сентября в рамках своего рабочего визита в город Шадринск провел встречу с вновь избранными депутатами Курганской областной думы, а также представителями администрации муниципального образования. Напомним, 13 сентября жители Шадринска выбирали не только состав Курганской областной, но и Шадринской городской думы. По данным избирательной комиссии региона, из 24 мандатов 23 получили кандидаты от партии «Единая Россия». Один самовыдвиженец. Говоря о результатах выборов и о том доверии, которое зауральцы оказали партии «Единая Россия», Алексей Кокорин отметил, что главная задача сегодня единой командой работать на выполнение всех поставленных задач. Среди них повышение инвестиционного и социально-экономического потенциала Курганской области. Алексей Кокорин напомнил, что по итогам выборов в Курганскую областную думу, партия «Единая Россия» по единому избирательному округу также показала высокий результат – почти 57% и претендует на 28 мандатов из 34. Это, по словам губернатора, говорит об авторитете кандидатов и соблюдении всех принципов демократии в честной конкурентной борьбе. Состав Курганской областной думы 6-го созыва окончательно сформирован. Списки депутатов-одномандатников были определены в ходе голосования 13 сентября, а вот партийные списки утвердили на заседании избирательной комиссии региона. Первые номера по этим спискам – Владимир Шириновский, Алексей Кокорин, Александр Ильтиков и Сергей Миронов отправили в избирком письменное заявление с отказом от думского мандата в Зауралье. И комиссия приняла решение передать эти освободившиеся места баллотировавшимся по единому избирательному округу Юрию Александрову от партии ЛДПР, Максиму Харлову и Владимиру Шиншино от «Единой России», Виктору Семенову от «Справедливой России». Теперь в течение пяти дней они должны сложить полномочия, несовместимые с депутатской деятельностью, либо предоставить сведения о том, что у них нет ограничений, препятствующих депутатству. 22 сентября будет рассмотрен вопрос регистрации депутатов, а на следующий день, 23 сентября, они получат удостоверение об избрании. Готова ли область к зиме? Областная прокуратура вместе с правительством обсудила этот актуальный вопрос. Темой совещания стали вопросы подготовки объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных домов к приближающимся холодам. Ряд главы муниципальных образований должный мер так и не приняли. В Половинском, Петуховском, Юргомышском, Шатровском, Бритобольном районах на сегодня готовую видность официально превышает 80%. Однако по факту на котельных из-за долгов нет электричества, отсутствует запас топлива. Власти до сих пор не определились с гарантирующими поставщиками тепла. Котельное оборудование отработало нормативный срок и требует замены. Нуждаются в проведении ремонтов, сетевое хозяйство. В Половинском и Шатровском районах в летний период подготовительным работам вообще не поступали. С докладом выступил начальник отдела по назору за соблюдением федерального законодательства Вадим Суровцев, который отметил низкую готовность жилищного фонда в городах Кургане и Шадринске, а также Щучанском, Макушинском и Зариноголовском районах. На первый взгляд складывается впечатление, что ход подготовки к зиме идет высокими темпами в плановом режиме и поводов для беспокойства нет. Однако, несмотря на оптимистические данные органов местной власти, фактическая обстановка в отдельных районах области далека от стабильной. На сегодняшний день в Шатровском, Половинском, Петуховском, Юргамышском, Притобольном и других районах коммунальная инфраструктура не готова к запуску тепла. Вместе с тем, благодаря принятым мерам, в этом году удалось снизить размер задолженности со стороны предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса перед поставщиками энергоресурсов более чем на 200 миллионов рублей. Вместе с тем, благодаря принятым мерам, в этом году удалось снизить размер задолженности со стороны предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса перед поставщиками энергоресурсов более чем на 200 миллионов рублей. Тем не менее, на сегодняшний день общая сумма долга составляет 263 миллиона. Светлана Епифанова, Василий Малухин, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». С 8 сентября на главной площади областного центра работает сельскохозяйственная ярмарка. Однако, все ли правила соблюдают продавцы при реализации товара? Ответ на этот вопрос знает Александр Мироненко. В этом году в Кургане работают три сельскохозяйственные точки возле Детского мира, Воробьевых гор и на площади города. 17 сентября общероссийский народный контроль провел проверку по торговым рядам ярмарки. Депутат Курганской городской думы Наталья Семина проверила правильность реализации продуктов, как продавец общается с покупателем, завышены ли цены на те или иные группы товаров и указано ли место выращенного урожая. Народный контроль, мы всегда интересуемся, как проходят у нас такие ярмарки. Ярмарки овощные, медовые ярмарки. И для нас очень важно, откуда продукция. Здесь, мы сейчас на площади, и здесь 26 торговых мест. И все до единого фермеры с нашей Курганской области. То есть здесь нет перекупов. Здесь полностью стоят фермерские хозяйства. В одном из случаев Наталье Семиной удалось даже защитить права покупателя. Давайте деньги. Она 5 килограмм нагнула меня сегодня. Да не может такого. Ну как не может быть? Домой принесла перевешивала все. Хочешь, 4 рублей, а не 2 или еще. А я говорю, это отрета, она 100 лет не отрета. 100 лет не отрета. Она 30 весит, 30 ровно. 30 это сетка ровно весит. Вы 32 сказали. Там было вот немножко, это вот маленькая доля конька. Ну и вы сказали, 32 килограмма. По итогам проверки явных нарушений выявлено не было. Представители народного контроля обещают, что подобные рейды по торговым местам будут проводиться и дальше. Городские ярмарки будут работать до 8 октября. Александр Мироненко, Александр Менщиков, Александр Бывальцев, информационное агентство Курган.ру. О чем пишут региональные и федеральные СМИ, узнаете далее. Рубрика «Печатный вестник» продолжит наш эфир. В работе 12-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана принял участие губернатор за Урали Алексей Кокорин. Об этом пишет официальный сайт правительства области. 16 сентября в городе Сочи заседание прошло под руководством президентов двух государств Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Обсуждалась тема сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и повышения продовольственной безопасности. Путин отметил, что в работе по импортозамещению российская сторона готова к самому тесному взаимодействию с партнерами из Казахстана, а также всего Евразийского союза и других стран. По мнению президента России, сообща, легче повышать конкурентноспособность на мировом рынке, снижая зависимость от западных поставщиков. Между Курганской областью и Республикой Казахстан заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В 2014 году товарооборот пищевой продукции и продовольствия составил 19 миллионов 200 тысяч долларов США. Рост к уровню 2013 года – 16%. В сфере растениеводства продолжается сотрудничество по приобретению казахскими предприятиями элитных семян зерновых культур, произведенных семеноводческими хозяйствами за Урали. Ряд казахских инвесторов активно вкладывает финансовые средства в развитие сельского хозяйства нашего региона, особенно в приграничных районах. Интернет-версия газеты «Известия» пишет о том, что Общество защиты прав потребителей образовательных услуг просит Миноборнауки ввести ЕГЭ для учителей. При этом информацию об оценках предлагается сделать доступной для всех. Формальную процедуру прохождения раз в пять лет аттестации школьных учителей предполагается превратить в настоящий единый госэкзамен с вопросами по профильному предмету. По словам экспертов, когда учителя добровольно проверяют свои знания, например, пишут тотальный диктант, не все из них оказываются отличниками. Однако первый зампред комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов считает, что ЕГЭ для учителей не нужен и что качество образования нужно повышать другими способами. Во-первых, нужно повысить качество образования, которое получают сами учителя, сказал депутат. Корень зла в том, что на протяжении последних нескольких лет Министерство образования системно уничтожало педагогические вузы. Это серьезно ударило по качеству подготовки специалистов. В Кургане завершился чемпионат Урала по боксу. Курганцы завоевали одно золото, читаем на страницах газеты «За Уралия». За победу в 10 весовых категориях и путевки на чемпионат страны сразились на ринге 50 атлетов из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Малоненецкого автономного округов. Наш регион представили 5 боксеров Илья Бураков, Вадим Коростелев, Вадим Красношейн, Егор Демин и Максим Касторнов. Как раз Максим Касторнов, выступающий весовой категорией до 81 килограмма, показал лучший результат у курганцев. Он единственный пройдется в финал и завоевал золотую медаль. Бронзовые медали в активе Ильи Буракова, Вадима Красношейна и Егора Демина. В Кургане в скором времени может появиться первый в области культурный кластер. Творческое объединение всех курганских коллективов. Танцоры, музыканты, писатели хотят поселиться под одной крышей. Возможен ли такой союз? Смотрите в нашем следующем сюжете. Обсуждение возможного появления в Кургане культурного кластера состоялось 17 сентября. Авторы проекта «Арт-квартал» встретились с журналистами и рассказали, как продвигается реализация проекта и что его появление даст городу и жителям. Первое, что он делает, он создает благоприятную городскую среду. Во-вторых, он дает возможность трудоустройства творческой молодежи. Однако главная цель проекта сделать Курганскую область более значимой на фоне иных регионов. Сегодня проект «Арт-квартал» подразумевает под собой реставрацию двух зданий, в которых смогут разместиться все творческие коллективы города. Своё согласие на участие в культурном кластере уже дали театр «Кукол Гулливер» и музей Германа Травникова. Помимо коллективов и школ, в зданиях будут располагаться мастерские, магазины и тематические лавки с художественными и прочими принадлежностями. Необходимость создания всего культурного кластера под одной крышей авторы проекта объясняют просто. «Ведь мне важно не просто прийти к преподавателю. Я хочу прийти в красивое здание с красивым освещением вокруг, с чудесной дорогой, со скамейками, с гильями, с атмосферой». Правильно. Сегодня судьба проекта целиком находится в руках курганцев. Для его поддержки требуется только подписание петиции, которая возможна даже в электронном виде в группе ВКонтакте. Информационное агентство «Курган.ру» будет следить за развитием событий. Светлана Епифанова, Евгения Волкова, Александр Менчиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Конкурс на лучший слоган об уплате налогов проводит Курганская налоговая служба. Подробности рассказали на дне открытых дверей. 1 октября истекает срок уплаты налога на имущество, землю, а также транспортного налога. Чтобы напомнить об этом курганцам, в налоговой службе начались дни открытых дверей. Если в обычные дни у нас для распечатки уведомлений, когда налогоплательщик обращается за квитанцией для уплаты налога, у нас работает два окна. Сейчас у нас задействованы все окна и наряду с приемом декларации, то есть вменена функция и распечатывание уведомлений. То есть, чтобы не скапливалось много народа, мы только побольше мы разводим даже по кабинетам, то есть, чтобы люди в очереди не находились более 15 минут. Такие меры продиктованы тем, что, как показывает практика, именно в последние две недели срока уплаты. Курганцы обращаются в службу чаще всего. На сегодняшний день только 15% налогоплательщиков оплатили налоги. В день открытых дверей обратилась в налоговую, чтобы узнать о своей налоговой задолженности. Очень удобно, что налоговая устраивает такие дни открытых дверей. Все очень празднично, доброжелательно, красиво, отвечает на все вопросы интересующие. Кроме того, сейчас налоговая служба объявила конкурс слоганов об уплате налогов. 18 и 19 сентября в дни открытых дверей приносите свои творения в городской отдел по улице Максима Горького. В зале установлен специальный ящик. А 21 сентября после подведения итогов автора самого креативного шедевра ждет приз. Марина Богатырева, Александр Киселев, Лидия Гайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Женские взгляды, полные тайн и истории. Дебютная фотовыставка курганской журналистки Натальи Волтарнист открылась в стенах библиотеки КГУ. Марина Богатырева расскажет подробнее. В серию женских портретов молодой фотохудожник Наталья Волтарнист создавала около трех лет. Теперь работы наконец объединились в выставку под названием «Чаще всего мы разрушительны, но иногда бываем прекрасны». Я стараюсь никогда не объяснять свои фотографии и даже стараюсь никогда их не называть. Единственные слова, которые есть на этой выставке, это название. Название придумала не я, это был комментарий, который оставлен на фотосайте одним пользователем. Когда я прочла эту фразу, я поняла, что это именно суть, суть того, что я пытаюсь выразить. Для меня фотография это какой-то способ, наверное, победить разрушение и сконцентрироваться на прекрасном, зафиксировать момент красоты. Выставка получилась небольшой, однако это дает возможность полностью погрузиться в каждую фотографию, всмотреться во взгляд модели и увидеть там целую историю. Каждый портрет наделен своей энергией, где-то таинственной, где-то романтической, где-то грустной, где-то той самой немножко разрушительной энергии, но почти каждая фотография, как и каждая женщина, окутана своей тайной. Дебютную выставку Натальи Волторнист помог организовать Евразийский центр современного искусства. Его директор Вадим Асачий следит за творчеством Натальи давно и на протяжении многих лет видел, как растет мастерство автора. У Натальи, считает Вадим, безусловно, есть природный талант, причем далеко не тривиальный. В ее работах улавливаются нотки фотографов-неореалистов 30-х-40-х годов. Откуда она это все знает? Ну, это вот интуитивно она такое. Плюс сочетание, вот фэшн с фотографией, она всегда красивая, то есть это эстетская фотография, но она такую глубину добавила туда, что, на мой взгляд, это очень круто. Экспозиция расположилась в зале библиотеки Курганского государственного университета и, по словам организаторов, успеет с ней ознакомиться. Марина Богатырева, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Курган присоединился к всероссийской акции «Книга в больницу». Первым пополнился литературный фонд детской больницы имени Красного Креста. Клич по библиотекам о сборе книг кинуло управление по культуре Курганской области. Само ведомство также не осталось в стороне. Его руководитель в больницу имени Красного Креста привез книги о Зауралье и знаменитом художнике Германе Травникове. Я очень рад, что в год литературы мы именно с вашей больницы начинаем акцию «Книги в больницу». То есть мы организовали сбор книг. Что такое «Книги в больницу», что за акция «Книги в больницу». То есть на безвозмездной основе, то есть даром, как говорила сова, дарим вам книги. То есть вы можете ими пользоваться. Можете взять, почитать, можете домой взять, можете вернуть, можете не вернуть. Это ваше решение. Областная детская библиотека не первый раз приезжает в больницу имени Красного Креста. На этот раз ее сотрудники приготовили яркие, интересные журналы, которые могут скрасить лечение и пребывание детей разных возрастов. Мы привезли детские журналы «Сверель», «Сверелька», «Ясней», «Простоквашино». Очень много детских журналов. В течение нескольких лет мы сотрудничаем с этой больницей, мы привозим к ним в подарок свои журналы, оставляем здесь на ребятам в пользование, чтобы они, может быть, читая эти журналы, выздоравливали. А чтобы выздоровление шло еще лучше, сотрудники библиотеки придумали интерактивное шоу. Ребята узнали, как хорошо уметь читать, как интересно погружаться в мир добрых фантазий и сказок. Они отгадывали сказочных героев по ребусам. К ним в гости даже пришла баба-яга, хулиганка. Ей дети рассказали о своих любимых персонажах, а она, в свою очередь, заставила их играть. Все вместе выяснили, что собирать книги надо не по обложке, а по содержанию. Проверили, верно ли высказывание, кто больше читает, тот больше знает. В результате все предметы потеряшки отправились в свои сказки обратно. Кот обрел потерянный красный сапог, спящая красавица получила свое веретено, а красная шапочка – корзинку. Светлана Епифанова, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». А библиотека имени Югова открыла сезон музыкальных встреч. Кто стал первым гостем, узнал наш корреспондент. Музыкальная гостиная в библиотеке имени Югова 17 сентября организовала для горожан творческую встречу с музыкантом, певцом и преподавателем игры на гитаре Олегом Шабатовским. Гитара для меня самый легкий инструмент, который очень удобен, помогает в жизни, в любой обстановке, аккомпанировать, петь песни. Все могут ему научиться, все могут овладеть легко. И я как раз это пытаюсь всем пропагандировать, нести в народ и обучать людей. Сам педагог игру на гитаре освоил в собственном дворе в 12 лет. Сегодня он передал этот талант своему сыну Егору Шабатовскому. В их исполнении прозвучали русские народные бардовские песни, а также песни на стихи Есенина и Высоцкого. Гитара – это такой инструмент, который, наверное, самый проникновенный. И вот эти песни, они наполнены именно смыслом. Музыкальная гостиная в библиотеке работает круглый год. Следующая встреча состоится 1 октября. В ней примет участие Курганский ансамбль «Цветень». В программе будут исполнены русские народные и казачьи песни современной обработки. Валерия Мельникова, Евгения Волкова, Александр Киселев, Александр Немьков. Информационное агентство Курганру. В Кургане состоялась презентация новой книги Марины Танаевой. В нее вошли такие рассказы, как «Хмырь» и «Кольша», о том, как стать универсальным писателем и, главное, уметь найти необычное. В простом смотрите в нашем следующем сюжете. 18 сентября в Управлении культуры Курганской области состоялась презентация 14-го по счету издания Марины Танаевой. Новая книга вышла под названием «Облака в моем саду». Особенностью нового сборника стало его наполнение, разнообразие жанров. В него вошли стихотворения за три последних года, две поэмы и, главное, три новых рассказа. Все они, утверждает автор, основаны на реальных событиях. Мои студенты, их родители, то есть семьи, с которыми общаюсь, они – это такой багаж информации для писателя, для поэта. То есть, если бы я, допустим, не работала, то, наверное, таких жизненных рассказов я бы не написала. Один из рассказов писательницы «Хмырь» был посвящен ее новому дачному соседу. Мрачноватый и нелюдимый мужчина был принят, что называется, в штыки. А человек-то оказался просто выброшен за грань жизни, в бедность, инвалидность. И, в общем-то, он пытался выжить на этом дачном участке и тихонько-тихонько помогал другим, то есть защищал от нападений. В общем-то, это рассказ «Хмырь». Пусть мои читатели прочитают и оценят. Марина Богатырева, Евгения Волкова, Глеб Печорских, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». В «Кургане» на соревнованиях впервые встретятся мотоциклисты со всей страны. Когда и где пройдет турнир, расскажем далее. 19 сентября в «Кургане» состоятся соревнования за Кубок Мотоциклетной Федерации России. Заключительный этап турнира такого ранга в столице Заураля проходит впервые. Планируется, что в нем примут участие спортсмены со всей России всего порядка ста человек. Кроме того, впервые состоится первенство Курганской области среди молодежи. Класс 85 и 125. От «Кургана» будет участвовать очень много ребят, потому что будут любительские соревнования. То есть будут еще участвовать любители. По последним трем этапам, которые уже прошли, у нас в Кургане три человека идут, даже четыре человека идут призовые места. Но соревнования покажут. Курганские спортсмены активно тренируются. Внимание уделяется не только заездам, но и общей физической подготовке. Отличное выступление на чемпионате еще не залог победы. Будущий успех создается здесь. И здесь становится ясно, способна ли команда показать высший пилотаж. Начало турнира в 12 часов. Адрес – парк на улице Автозаводская. Марина Богатырева, Ульяна Чепала, Александр Киселев, Андрей Бахарев. Информационное агентство Курганру. Наш эфир подошел к концу. Впереди информация от синоптиков и рекламный блок. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. В непростые времена всем нам нужен надежный партнер. Оконная система «Новая волна». Шубы от производителя. Скидка до 50%. Обмен старой шубы на новую и при покупке шубы «Шапка» в подарок. С 15 по 18 сентября. ДК машиностроителей. Супер предложение. Только до октября. Жилой комплекс «Березки». 37 тысяч рублей квадратный метр. Дом сдан. Свои ТСЖ. Газовая котельная. Детская площадка. Звоните 227575. Отлично отдыхаешь летом? Расскажи об этом всем. Курган.ру. Курган.ру объявляет новый конкурс «Мобильный отдых». Сняли интересное видео или фото? Заходи на сайт в рубрику «Мобильные новости» и отправляй нам. Автор лучшей истории об отдыхе получит приз. Партнер конкурса – страховая компания «Южу Ралжасу». Мы страхуем все, что вам дорого. Курган, улица Красина, 82. Телефоны 493152-493194. Отлично отдыхаешь летом? Расскажи об этом всем. Курган.ру. Курган.ру объявляет новый конкурс «Мобильный отдых». Сняли интересное видео или фото? Заходи на сайт в рубрику «Мобильные новости» и отправляй нам. Автор лучшей истории об отдыхе получит приз. Астромед. Бесплатная оперативная замена полисов обязательного медицинского страхования и выдача универсальных электронных карт. Красина, 51. Телефон 413530. Что определяет комфортность жилья? Место расположения, инфраструктура, безопасность. Новый жилой комплекс «Дружный». От строительной компании «ПТП». Ваша новая квартира в 4-м микрорайоне. Одно из лучших предложений. Звоните 227575. 227575. Авторизованный сервисный центр «Горгазсервис» осуществляет ремонт газовых котлов «Навьен», «Электролюкс», «Мастергаз», «Луч». «Горгазсервис». Когда работают профессионалы. Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Фотографии, фильмы, народное творчество, мероприятия для детей. Ждем вас в Курганском областном культурно-выставочном центре с 28 августа по 5 октября. В это сложно поверить, но в посудоцентре грандиозная ярмарка распродажа посуды. Еще больше, еще дешевле. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. До 4 октября в посудоцентре ярмарка посуды. Набор посуды для приготовления, столовые наборы, сковороды и многое другое приобретайте с выгодой. В будние дни до 14.00 произнесите на кассе пароль «Удачные часы» и получите скидку до 25% на весь ассортимент магазина. Наш адрес – ТРЦ «Дома», проспект Машиностроителей, 40А. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на субботу через Заураль пройдет маршрут активного циклона, сопровождаемого массивами дождевых туч. Днем из-за слабого влияния гребня антициклона ненастья пойдет на убыль, а температурный режим окажется на 3-4 градуса выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге и Челябинске плюс 15-17. В Тюмени – 12-14, кратковременный дождь. В Кургане облачно, временами дождь. Ветеринга западный – 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6-8. Днем в Кургане облачно, с прояснениями – небольшой дождь. Ветер северо-западный – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-15. Атмосферное давление понизится и составит 750 мм штутного столба. 18 сентября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова